С гордо поднятой головой и ровной осанкой учащиеся второй школы впервые построились на торжественное посвящение в юноармию. Патриотических мероприятий в их жизни будет немало, но это особенное. Посвящение в юноармейцы кадетов школы номер 2, 5 класс К, сегодня мы посвящаем в количестве 28 человек в рамках марафона юноармейского объявленного президентом России. Юноармия это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение. Создали его по инициативе Министерства обороны. Пополнить ряды юноармии это добровольный осознанный выбор, скрепленный присягой перед своими согражданами. Мужественный характер и любовь к родине вот что их объединяет. С дрожью в голосе, но гордостью за себя. Совсем еще юные мальчишки и девчонки теперь пополнили ряды юноармии. Юноармия это, наверное, прежде всего большой вклад в наше будущее, в будущее наших детей, в будущее нашей страны. Пермский край одним из первых включился в работу по формированию на своей территории юноармейского движения. В регионе действуют 39 отрядов с общей численностью более 1200 человек. Работают 15 региональных штабов. Для меня это честь быть защитником слабых и бороться за правду и справедливость. Захотелись защищать родину, соблюдать устав юноармии, стремиться к борьбе, в жизни, к победам. Для меня юноармия это гордость защищать друзей, товарищей, близких, равняться на старших, чтобы все равнялись на нас. Чтобы нести высокое звание юноармейца и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтобы преодолевать все преграды в учебе, спорте, вести здоровый образ жизни и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Участие в юноармии дает подросткам возможность развиваться как личности, осознавая свою родину и ее историю, обучаться дисциплине и исполнительности. Эти навыки могут оказаться полезными не только в армии, но и в будущей жизни. Сергей Коленик, Карина Волошина, Данил Буторин. Новости Верхниками.